Студентка первого курса Елизавета Григорова принимает участие в фестивале «Веснушка» впервые. Готовится к выступлению вместе с однокурсниками начала еще в октябре. Команда выступает с двумя хореографическими номерами и надеется одержать победу. У нас нет так такового сюжета в номере. Мы просто изображаем людей, которые сначала несут за собой какую-либо ношу, то, что они работники, а потом уже мы превращаемся в более агрессивных и показываем, что мы не такие на самом деле. И все. У нас номера в принципе немного схожи. У нас есть первый номер и второй. Они немного переплетаются. Фестиваль «Веснушка» существует в Самаре 4 года. В этот раз студенты погрузили зрителей в атмосферу 19 века и продемонстрировали тематические танцевальные, вокальные и театральные номера. В этом году судьи фестиваля отсмотрели более 250 постановок. У меня есть своя оценка системы восприятия номеров, которые я стараюсь следовать. Но всегда это здорово и отличительно из разряда, когда ты смотришь творчество студентов и ловишь себя на мысль, что вау, а что так можно было, боже мой, как я жил без этого. И когда такое происходит, ты такой класс, здорово. Вот мы сегодня просмотрели это не зря. В финальный день фестиваля на суд жюри представили 12 номеров. Некоторые номера у нас ставят педагоги для того, чтобы можно было прочувствовать всю национальную подготовку, так как не всегда на факультетах есть студенты, которые способны поставить номера. Но мы развиваем их творческие навыки, и благодаря этому с каждым годом у нас появляется все больше и больше постановщиков среди студентов. Зрители в фестивале ждала развлекательная часть, в которой они смогли также принять участие. По итогам концертных программ жюри выберет лучшие номера, которые покажут на галоконцерте фестиваля. Также победители получат возможность отобраться на российскую студвесну для учащихся профессиональных образовательных организаций, которые в этом году пройдет в Ставрополе. Августина Охременко, Николай Епифанов, События.